Добрый день, уважаемые пациенты. Сегодня мы с вами разберем тему, какой врач лечит кандидоз. Кандидоз – это грибковое поражение, которое может поражать кожу, слизистые оболочки, в частности, половые органы, более известное оно как молочница. Также оно может поражать желудочно-кишечный тракт, наиболее стартовую полость, кишечник, и гораздо реже, к счастью, внутренние органы, в основном это касается больных личинфицированных или получающих противоонкологическую, противораковую терапию. Соответственно, какой же врач вообще лечит кандидоз? Кандидоз вообще лечит врач, во-первых, миколог. Миколог – это врач, вообще специализирующийся на грибковых поражениях, как кожи, так и внутренних органов. И, соответственно, он может заниматься кандидозом или молочницей всех локализаций. Однако, так как пациенты чаще всего видят поражение мочеполовного тракта, то наиболее часто они обращаются либо к гинекологу женщины, либо к урологу и дерматовенерологу. Из врачей данной специальности наиболее подходят для лечения кандидоза дерматовенеролога, потому что он может лечить как кандидоз кожи, так и кандидоз слизистых оболочек. И вообще сама наука микология вышла из такой науки дерматовенерологии. Поэтому этот врач наиболее часто и занимается лечением кандидоза. Более интересно, кто лечит кандидоз слизистых оболочек полости рта и непосредственно желудочно-чищного тракта. Здесь, конечно, часто этим занимается специалист гастротеролог, но и опять же миколог также может учить кандидоз полости рта и кишечника. Ну и при генерализованных поражениях внутренних органов, при поражении кишечника наиболее часто все-таки это происходит у больных, висифицированных, либо получающих специфическую терапию против опухоли, раковых опухолей, различные статические препараты, иммуносупрессивные. Тогда этим занимается уже в отдельных случаях онколог совместно с микологом, либо инфекционист, который занимается лечением висифицированных пациентов совместно также с микологом. Соответственно, что сейчас нужно для лечения кандидоза? К сожалению, широко рекламируемая волшебная таблетка под кандидоз однократно сейчас в большинстве случаев неэффективна, ее хватает только заглушить данное грибковое поражение кожей слизистых оболочек. Как правило, кандидоз подразумевает под собой минимум 10-дневное лечение с применением наружных препаратов. Это вагинальные свечи, это различные мази противогрибковые. Ну и самое главное, что перед лечением кандидозы необходимо сделать посев на чувствительность данного грибка к антибиотикам, именно антибиотикам противогрибковым, а не антибиотикам противобактериальным. Конечно же, они серьезно отличаются. И большую проблему в лечении кандидозы представляет из себя типичный форма кандидоза, которая сейчас становится до 20-50%, на которую нельзя сделать ни пассив, ни, соответственно, классическая схема очень часто для них не подходит. И это представляет достаточно большую проблему для лечения кандидоза как наружных половых органов, так и внутренних органов у мужчин и женщин. При восстановлении любых локализаций кандидоза обращайтесь к дерматовенерологам, урологам и гинекологам нашего медицинского центра Платы ГВД. У нас приняли грамотные специалисты, которые имеют возможность сделать любые анализы на грибок кандиду и назначить грамотное лечение. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.